Итак, парни, привет! Принесли мне картиж на заправку Canon 725 Это оригинал Картиж стартовый Заправка у него первая Как мы видим Фотовал у него Фьюлитовский Оригинальный Как вы все знаете Данные картижи Являются В постонародье говоря Бледнопечатающими Поэтому, как правило Перед После заправки Даже самой первой Фотовал приходится менять Суть данного видео Следующая Заказал я себе Тонер Ну, как говорят Оригинальный Тонер Именно Фьюлитовский Хочу его Опробовать Именно на Вот этом Оригинальном Картиже Сейчас Сейчас Сделаем Тестовую Печать Посмотрим Как печатает Тот картиж Который мне Отдали На заправку Внутри Еще у нас Находится Оригинальный Тонер Фотовал Оригинальный То есть Все Комплектующие Оригинальные Первая Заправка Так Смотрим Посылаем Тестовый Лист На печать И посмотрим Как он Печатает И что В итоге Получится После заправки Якобы Абсолютно Оригинальным Крутым Тонером Ну На мой взгляд Великолепная Печать Что-то Я много Послал На печать Да Печать Хорошая Есть Конечно Уже Места Где Тонер Реально Заканчивается Вот В принципе Вот Вот Это место Но Печать Очень Хорошая Насыщенная Печать Вставляем Эти же листы Обратно В принтер И давайте Заправим И посмотрим Насколько Оправдает Мои надежды Этот тонер Который Мне прислали Надежды У меня На него Большие Дело О том Что Что У меня Этих Фотоволов Скопилось Превеликое Множество Так Записывать Буду Онлайн Сразу Как Есть Поэтому Будет Работать Вытяжка Будет Работать Пылесос Не Обессуйте Как Буду Звук Там Менять В процессе Обработки Видео Ну А А А Сейчас Будет Как Есть Так Разбираем Картиж Как Всегда Извлекаем Фот Овал Очищаем От Тонера Я Всегда Сразу Наношу Старт Пудру Все Нанес Убрал Темное Место Далее Берем Наш вал Заряда Очищаем Такие Вот Валы Тоненькие Которые В основном Устанавливаются На Оригинальных Картриджах Я Очищаю Мистера Мускулом Для Стекол Без Спирта Он Хорошо Чистит И В то же Время Никак Не Вредит Оболочке Вала Заряда Убираем Его Тоже На Мягкое Место Куда Нибудь Ложим Быстренько Избавляемся От Отработанного Тонера Так Достали Чистящее Лезвие Ну Вытяжку Нужно Включить Иначе Не Люблю Я Дышать Тонером Я Конечно же Наношу Старпудру На Силиконовое Лезвие Ракеля Но В данном Случае Здесь Еще Лежит Заводская Старпудра Поэтому Я ее Оставлю Как Есть Тем более Что Вал Я Обильно Старпудра Не Не Берут За Подобные Элементы Руками Далее Вставляем Фотовал Прокручиваем Так Может Так Снимаем Бушинги Шестерню Я Всегда Очищаю Все элементы Картиджа Поэтому Некоторые Люди Не пишут Что я Делаю Много Лишних Движений У каждого Свои Методы У меня Таковы Я Стараюсь Все Максимально Очистить Так Вытяжка Компрессором Я Пользоваться Не буду Обойдемся Грушей Компрессором Продолжение 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 На улице Просто ужасный Ветер Жуткий Ветер Поэтому Вы будете Еще и Слышать Помимо Вытяжки Пылесоса И другие Элементы Мешающие Снятие Данного Видео Так Дальше Химическая Очистка Магнитный Вал Хорошенько Топ Пользоваться Это Чего И как Бороться С этим А все Потому что Расплавленный Тонер Химическим Путем Просто Высох На магнитном Валу Таким Тонер Как Как Есть Тонер Пылит Очень Сильно Поэтому Я буду Делать Под вытяжкой Ничем Магнитный Это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие показатели, как перенос у моих тонеров всегда очень высокий, поэтому мусорка заполняется медленно. Еще одно мое ноу-хау. Я всегда после очистки, так как я использую очень сильную химию для очистки элементов, таких как магнитный вал, таких как дозирующая лезвие, я наношу небольшой слой старт-пудры. Для того, чтобы магнитный вал не прилипал к силиконке дозирующего лезвия Тарас. А во-вторых, заметил, что после нанесения старт-пудры использование картриджа при следующей заправке налет на силиконовой части дозирующего лезвия практически не образуется. А то, что там есть, сходит очень легко. Поэтому попробуйте наносить небольшой слой старт-пудры. И посмотрите, насколько приятней все это дело потом очищается. Обязательно очищаем бушинги, втулки, извиняюсь, магнитного вала. Они должны быть чистыми. Далее, одеваем все элементы на свое место. Устанавливаем магнитный вал. Такая сумбурная заправка получается. Просто горит. Тонер пришел. Подстоялся, кстати, после получения 6 часов в теплом месте. Знаете, я заправляю, не могу никак понять. Меня какой-то дежелю мучает. Наверное, меня обманули и насыпали в эту бутылку самого обыкновенного IPM-овского тонера. Как-то они похожи очень по своей структуре химической, я не знаю, тактильной, визуальной. Ну, посмотрим. Если это обычный или даже хороший IPM, то с таким фото-овалом мы качественную печать не получим никогда. Так. Вставляем. И посылаем на печать. Давайте две копии пошлем. Два листа есть и их посмотрим. Что же у нас в итоге. Так. Раз. Лист. И два листа. Ну, ребята, что я хочу сказать. Сейчас я посмотрю. Вот те фишки, на которые я люблю обращать внимание. Ну, честно сказать. Ну, наверное, процентов на 5. Ну, может быть, 10. Печать светлее. А так, во всем остальном, очень-очень даже неплохое качество. Реально качество неплохое печати. Вот это у нас оригинальный тонер, который заканчивался. Который я небрежно высыпал в мусорку. Вот так вот он печатал. А вот это вот то, что заправлено сейчас. Теми же элементами тот же фото-овал. Все то же самое. Вот как-то вот так. Ну, осталось немножечко поизучать. Посмотреть, как он у меня отработает всю эту заправку. И что в итоге потом я получу на выходе. Но пока, пока мне качество очень даже нравится. Итак. Кто хочет поэкспериментировать с этим тонером, пишите мне в личку. Могу выслать только тем ребятам, кто из Украины. Название тонера честно, ребята. Реально не знаю. Прислали без названий. На названиях говорят, говорить не хотят. Упираются упорно. Говорят, что это оригинал. Возить могут любыми партиями. Ну, как бы дали там для пробы бутылку. Вот, попробую. И дальше уже... Это была первая заправка. Поэтому, ну, как есть, так есть. Дальше поэкспериментирую. И уже скажу что-то более конкретное. Ну, пока что... Пока что... Мне это все нравится. Пока что так. Так, ну, видео, наверное, будем заканчивать, как есть. Все показал, как есть.